здравствуйте уважаемые коллеги хотел бы представить вам доклад название здесь бы я хотел рассказать такие результаты которые мы получили в результате совместных работ с археологами из города продавод работы проводились в рамках проекта РФИ такие небольшие результаты хотел бы представить значит вот на корейском берегу Милого моря была обнаружена серия древних поселений возрастом 6,5-5 тысяч лет и вот на данном слайде показаны примерные районы этих поселений район находится в пределах поселка Чупа и в пределах села Кереки вот на данном слайде показаны как эти древние поселения выглядят непосредственно в полевых условиях ну вот я не знаю здесь наверное не особо хорошо видно и вот на верхних слайдах на верхних фотографиях показаны и небольшие углубления в бельефе и вот эти углубления они обычно как бы характерны для древних древних жилищ а на нижних фотографиях показано уже непосредственно работа археологов как они производят расчистку и вот в результате этих работ обнаружены а некоторые фрагменты керамики наконечники стрел и построены такие вот детальные схемы с расположением вот этих всех жилищ здесь вот приведены схемы для корабель корабельной бухты и вот такое большое количество на самом деле жилищ располагается в этих районах даже археологи называли что это древние древние города и что тоже надо акцентировать внимание что эти объекты они находятся на высотных отметках на таких террасах морских террасах высота которых ну где-то примерно 30-40 метров в данном случае но забыл сказать что на вот здесь приведены высоты находок этих древних жилищ вот и где-то от 57 метров до 10-20 метров в прибрежной зоне вот здесь тоже приведены некоторые фотографии жилища уже выглядит уже при обработке ну вот наши работы были направлены на установление времени освобождения изучаемой территории от моря и определение вот как бы возможности дальнейшего ее освоения человеком и выполнение реконструкции полегии графической обстановки пределах археологических памятников вот но тут надо сказать почему же почему же эти объекты были почему же эта территория была покрыта морем но вот как говорил андрей александрович уже ранее на данной территории находился сначала ледниковый покров под тяжестью которого земная кара погибалась ледник освободил данную территорию и в пределы нахлынули морские воды вот но в результате из эстетического поднятия морская граница стала отступать и соответственно данная территория стала освобождаться и давая возможность для древних людей осваивать данные территории то есть вот эта вся территория она была покрыта морем около 11 тысяч лет назад вот но работа по изучению перемещения береговой линии на побережье белого моря уже проводились ранее и вот в нескольких районах для этих районов были построены кривые перемещения береговой линии вот для реконструкции положение береговой линии использовался метод изоляционных бассейнов и как видно из этого графика что для каждого района вот этот характер перемещения береговой линии он индивидуален и поэтому вот для решения наших задач нам необходимо было провести вот работы для до данного района таким образом здесь мы провели работы трех участках этого районе села керик в районе корабельной бухты и в районе сон острова вот но в данном докладе ставлю результаты только по первому участвуют в районе села керики так как еще эти два района другие два района обрабатываются и пока что данных нет вот в районе села керики было изучено на нами изучено 5 озерных капловин которые никогда покрывались морем но в результате регрессии береговой линии они освободились от морского влияния и здесь показаны разрезы озерных капловин которые были вскрыты и как проходили полевые работы полевые работы проходили в дни период времени льда а в озерах были вскрыты разрезы и вот регрессивные последовать регрессивные последовательности от морских осадков через переходную зону к пресноводам переходная зона в каждом озере от моря к озеру была продактирована и на основании этих данных была построена такая вот кривая по перемещению береговой линии моря для района в районе села керики вот но также необходимо сказать что ранее ранее уже такие работы проводились в районе вот много на запад под данного керики вот в районе поселка здесь я пытался выделить их прямоугольниками и такая же таким же способом таким же методом и была получена кривая для того участка вот здесь они решил сопоставить на один график видно как вроде бы два района которые находятся непосредственно близости друг от друга там примерно где-то около 20 километров расстояния но уже видно как отличается характер перемещения дороговой линии вот ну и вот данные вот эти кривые графики перемещения они нами в дальнейшем использовались для реконструкции за положение древних линии моря и как она влияла но на места проживания древних людей в этом районе вот то есть вот эта линия она отражает положение моря на определенной высоте и стоянки которые расположены на высотах около 60 метров они как бы не могли сформироваться раньше чем 10 тысяч лет назад например и вот так же с другими стоянками и вот используя модели решил визуализировать весь этот процесс который происходил за голодцем и здесь вынесли вынесены вот эти основные стоянки археологические находки археологически и то есть получается что около 11 тысяч лет назад данная территория была практически полностью покрыта морем соответственно здесь люди не могли еще осваивать данной территории затем 10 тысяч лет назад уже какая-то часть территории освободилась и вот в принципе могли формироваться вот здесь на западе стоянки но здесь нам неизвестно высота этой стоянки и вот 9 тысяч лет назад уже тоже такая интересная ситуация стоянка керри 19 получается что она находилась на острове уже в принципе данная территория могла на данной территории могли уже строиться поселения но вот именно как как туда добирался человек либо либо вот эти древние жители они плавали на кораблях и на лодках и могли в принципе уже осваивать этот остров либо либо это все происходило сухопутным путем и когда получается еще эта стоянка не могла сформироваться и вот этот островок соединился лишь только где-то около 7 тысяч лет назад вот ну и скорее всего я как придерживаюсь это когда произошло соединение ну стоянки расположены на 30 метрах вот в районе корабельной бухты и все равно острова они смогли сформироваться только около с половиной тысяч лет назад ну то есть это не не значит что она сформировалась там 6 шесть고вину назад Bassnut на не могла раньше раньше начальни позже чем шесть с половиной древняя не могла древний чем шесть полу яну пищи лет назад страдаваться то есть она принципе могла там образоваться пять тысяч четыре вещи лет назад но тут надо заметить что вот эти древние жители они как бы их деятельность была связана с морем и они замывались занимались морским промыслом там охотой каких-то морских зверей рыбалкой, и, соответственно, они свои поселения строили на прибрежной зоне. И поэтому всё-таки предполагается, что возраст таких стоянок как-то коррелируется с положением береговой линии моря. И, в принципе, вот эти все данные, вот это предположение, оно уже работает, уже археологи, оказывается, давно наши пивы используют для своих вот этих реконструкций. И действительно, там есть много таких стоянок, которые именно попадают на нашу кривую, совпадают с возрастом положения береговой линии моря. И самые молодые стоянки на высоте где-то около 10 метров, они уже сформировались где-то позднее, 2000 лет назад. Но здесь уже береговая линия практически была такой же, как современная. Ну, и, в принципе, вот на этом такой вот дорогенький доклад. И в заключении хотелось бы сказать, что проведена реконструкция, и определены такие вот временные интервалы формирования археологических памятников на различных высотах. Благодарю за внимание.